Всем привет, с вами Кейн и сегодня у меня в обзоре легкий крейсер 10 уровня Смоленца, нация СССР. Доступен он для покупки в Адмиралтействе за уголь. Цена его 244 тысячи угля, это без купона. Если у вас есть купон, то цена будет 173 тысячи угля. Введен он был в игру в обновлении 0.8.7 и разработчики хотят вывести его уже в обновлении 9.3. Что на мой взгляд это как бы очень быстро. По-моему быстрее был только граф Цепелин, но это прям за дублоны, а у нас же прям за уголь. Цена его за уголь в принципе не такая уж и высокая, с учетом того, что это 10 крейсер. Если сравнивать с его ближайшими собратьями по уровню, то это только Вустер и Минотавр. У Вустера тоже есть фугасы, но нет такой бешеной скорострельности, как у Смоленска. А у Минотавра нету фугасов. Так что это что-то среднее между Минотавром и Вустером. Но по бронированию все же ближе к Минотавру, потому что у Устра кое-какая броня есть и даже бронепояс неплохой. А вот у Минотавра цитадель практически не забронирована и торчит на 2-3 линии. В принципе так же как и у Смоленска. Поэтому не стоит рисковать и сразу ставить дымы при возможности, когда вы подошли на точку и в радиусе вашего поражения находятся какие-то противники. Не скупитесь, ставьте дым. И тогда уже только из дымов начинайте стрелять. Я же все-таки привык к более такому бодрому геймплею, более опасному, более рискованному. Поэтому я как бы в начале боя не трачу дымы, но все же ими иногда стоит воспользоваться и не пожадничать. Прежде чем брать Смоленск, я тоже посмотрел некоторые обзоры некоторых ютуберов и посмотрел ихние билды, билды перков. То есть как они выкачаны, этот Смоленск, своими модернизациями и перками. И все же я выбрал именно свой билд, именно такой как я вижу. Был у меня в резерве 10-очковый капитан, и первый перк, который я выбрал, это была приоритетная цель отчаянный, базовая огневая подготовка, так как она увеличивает скорострельность на 10%. Затем уже взял мастера маскировки, после чего я еще долго собирал очки, до 14 очков, чтобы взять усиленную огневую, дабы увеличить ему дальность. Потому что с 13,5 дальностью это, ну как бы, ни о чем. А вот уже с перком будет 16,6 дальность, что очень-таки комфортная дистанция для игры на таком крейсере. Затем я уже насобирал очки на инерционный взрыватель, дабы пробивать крейсера. Иначе, если они вам не подставляются бортом, то вы им ничего не сделаете. А часто встречаются в боях такие крейсеры, как Демойн, Сталинград, Кронштадт. И они стоят в основном носом, где фугасы их просто не берут, а в ББшке будут просто ликошелить. А вот с фугасами и с инерционкой, это уже другое дело. Они очень хорошо вливаются в урон, и опасный противник становится менее уже опасным, потому что вы его очень-таки быстро разгораете на фугасах за счет высокого ДПМ. И последним там 19-м очком я взял профилактику, потому что очень часто критуется что-то, либо рули, либо двигатель, либо сами башни главного калибра, и это очень-таки плохо. Потому что часто выбивают просто одну четвертую ДПМ вашего, либо же ее просто ломают в крестик. И это же также влияет и на ПВО, и на главный калибр. Поэтому последнее очко я ставил на профилактику, так как я считаю, что это самые оптимальные варианты в данном билде перков. По модернизациям я взял в первом слоте. Это основное вооружение МОД-1. Во втором я взял гидроакустический поиск МОД-1. За уголь можно взять кого-то нету. В третьем слоте я взял систему наведения МОД-1 для точности главного калибра. В четвертом взял рулевые машины. А в пятом слоте взял мастер маскировки, поскольку это легкий крейсер, и ему важно быть незамеченным, инвизным. В шестом слоте взял орудия главного калибра МОД-3, так как они увеличивают скорострельность на 12%, что немаловажно. Боиспособностей здесь не так уж много, всего лишь 32 тысячи с хвостиком, что очень мало для такого хрупкого корабля. И торпедное вооружение здесь несет чисто такой косметический характер, потому что, ну, рыбки есть, 5 рыбок на борт, 8 километров. Но это так разве что проспамить дымы, или если вы в островах с кем-то встретитесь, то, ну, они, в общем, редко когда приождаются в боях. Я очень редко их применял, и, как бы, цели направлены, торпедировать кого-то, ну, скорее всего, не получится. Вам просто этого не дадут сделать. Некоторые берут и суперинтенданта, некоторые берут мастера борьбы за живучесть, что накидывает, там, 3,5 тысячи хп. Ну, это тоже сильная погода не влияет, а вот суперинтендант, он еще может как-то повлиять, с учетом того, что у вас будет один лишний дым, один лишний, там, гап или заградка, и также еще одна хилка, то есть, ну, живучесть немножко подрастает. Если уметь правильно, конечно, пользоваться расходниками и по ПВО, здесь в ПВО, в принципе, очень-таки неплохое, не такое крутое, как у Минотавра или Устра, но под заградкой даже 10-й авик до вас просто не долетит. Ну, не всегда, ну, в принципе, это очень-таки крутое ПВО. Достаточно много разрывов, достаточно серьезный урон в аурах, под заградкой очень мощный, а по его по маневренности очень-таки некомфортный корабль, в плане того, что скорость у него, как бы, большая, 35 узлов, но тормозит он очень-таки медленно, пока он остановится, пройдет какое-то время, и если вы ставите дымы прямо на ходу, есть возможность, что вы просто выйдете из дымов и начнете светиться при стрельбе, то есть нужно сначала как-то затормозить, а затем уже ставить дым и после чего уже вести огонь по вражеским кораблям. Заметность 10 километров, что, в принципе, неплохо, поскольку у Устера всего лишь там 9,8 в полной маскировке, у Минотавра там 9,1, то есть, ну, все-таки лидер по маскировке это Минотавр, но, в принципе, все остальные характеристики довольно-таки неплохие, единственное, что маневрирует он не очень хорошо, в плане того, что от торпед он может просто-напросто не увернуться, поэтому играю я с рулями и с гапом. В этом видео я вам показал то, как можно играть на Смоленске, и даже в проживочном бою, то есть можно достаточно-таки много урона настрелять по разным противникам, не только по линкорам, но также и по крейсерам и эсминцам, что, в принципе, довольно-таки поднимает высоко его в рейтинге после боя. И также в этом бою было допущено много ошибок, так как с моей стороны, так как и со стороны моих союзников, но, тем не менее, я все-таки боем был доволен, так как настрелял я таки много и оказался все-таки в топе. Ну а тем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, если вам интересен обзор на какой-либо корабль, также его билд, перков, модернизаций, оставляйте комментарии, я прочту и постараюсь делать данное видео, в котором я покажу и расскажу про мой выбор перков, для чего они нужны и в какие братья в первую очередь. Всем спасибо за просмотр, и удачи, не болейте, удачи в боях! Эсминец противника уничтожен. Неполадки устранены. Пожарная тревога. Дымогенератор запущен. Дымогенератор запущен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова